Без проволочек и бюрократизма. Первая в этом году акция «Приемная на дороге» проходит в Краганде 17 и 18 января. Любой гражданин может напрямую обратиться к руководителям административной, миграционной и местной полиции для решения своих неотложных вопросов. На этот раз больше всего людей интересовал вопрос с автотранспортом, приобретенным за рубежом и ввезенным на территорию страны. Подробнее у Ирины Вобещевич. С прошлого года в Казахстане запущена акция «Приемная на дороге». В ее рамках, во фронт-офисах полиции, на площадках общественной приемной партии «Нуратан», в опорных пунктах полиции, приемной во дворах, а также по горячей линии можно получать консультации у первых лиц ДВД. Жителей интересуют вопросы со штрафами, государственные услуги, оказываемые полицейскими, соблюдение миграционного законодательства и многое другое. В начале этого года много вопросов у населения по изменившемуся законодательству. Закон в части ввезенных на территорию страны из сопредельных республик автомобилей не изменился, но тоже остро интересует население. У вас есть машина? Да, приобретенная в Российской Федерации, на российском учете. Меня заинтересовал вопрос по поводу управления транспортным средством на территории Республики Казахстан. То есть там идет огласка в законе, что в течение года автомобиль должен пересекать границу. Если простыми словами говорить, то весь транспорт может возиться на территорию Республики Казахстан на срок до одного года. Это согласно статье 64 Закона о дорожном движении. Если говорить простыми словами, значит, вот если гражданин Казахстана приобрел машину в Кыргызстане, в Республике Кыргызстан, либо же в Республике Армении, оформил на себя транспорт, приехал сюда в Казахстан, значит, согласно статье 66 Закона о дорожном движении, он должен переоформить на себя этот транспорт. Как говорят полицейские, автомобиль необходимо дотаможить, произвести, растамаживание, платить, утилизационный сбор госпошлину. Сумма выходит немалая, да к тому же не все возимые автомобили соответствуют критериям для первичной регистрации. Он должен для личного пользования, он должен проходить стандарт Евро-4. По стандартам Евро-4 хотелось бы отметить, что транспортные средства, которые произведены в Японии, они с 2010 года. Европейский союз, они с 2005-2006 года, там есть переходный момент. Американские – с 2007 года. В Армении таможенная ставка ниже, поэтому предстоит в Казахстане доплачивать еще и эту разницу. Такого понятия, как временная регистрация, у нас нет. По этим всем моментам нашим автомобилистам остается одно – это покидать пределы республики на 30 и более дней, как предписывает законодательство. Если этого не делать, то по закону предусмотрены санкции в виде штрафа в 26 тысяч деньги и выдворение на штрафстоянку. Машины и их владельцы легко вычисляются по интегрированным базам данных. На сегодняшний день никаких штрафных санкций пока не будет. Потому что, сами понимаете, мы должны народ поддержать в этом случае, разъяснить все наши нормы закона. Хотя мы эту работу ведем еще раньше мы вели. Вот закон о дорожном движении 2014 года.